С какими трудностями в полях сталкиваются предприятия и какие препараты для защиты семян влияют на здоровье растений, а самое главное на экономику? Делитесь своими ситуациями в чате. Что видите в полях вы? Какие болезни и трудности вы видите самыми опасными для молодых растений? К сожалению, большое количество хозяйств выбирают препарат для защиты семян по остаточному принципу, не всегда учитывая особенности применяемых препаратов и их спектров воздействия на вредные объекты. Проходит по экономике и хорошо. И это то самое, что лить дешевую органику в мотор нового ленд-крузера. Очень крутые пассивные комплексы сеют качественно подготовленную почву, солидная норма удобрений, качественные семена с очень низким уровнем защиты. Представьте себе, что в Колизей к львам отправили человека без оружия и брони, и он скорее всего не Геракл. А ведь защита растений на ранних стадиях от вредных объектов – это самый важный этап в технологии производства. И препарат для защиты семян необходимо выбирать в первую очередь. На детях не экономят. Чем более здоровыми будут молодые растения и выше сохранность их заданного количества в соответствии с нормой высева, тем выше будет потенциал получения запланированного урожая. И как же выгоднее подходить к расчету экономики и выбору препарата, рассмотрим на небольших примерах. Примеры эти встретились на разных этапах полевых объездов по всей территории страны. Ситуация в хозяйстве. Приезжаем на поле и видим поврежденные посевы озимой из-за снежной плесени и тифулеза. Наблюдали сразу после схода снега. В среднем при обследовании была зафиксирована гибель 15-20% посевов, а те растения, которые живые, выглядят ослабленными и изнеможденными. В общении с агрономом выяснилось, что для защиты семян на зимой пшеницы использовали баковые смеси, дженерических фунгицидов и инсектицидов. Осенью высевали от 4,5 до 5,5 миллионов семян. Весной насчитывали 3,6-4,2 миллиона. Интересуемся позапрошлогодней картиной. И по итогу ситуация схожая. В хозяйстве более 35-37 центнеров получать не удается. Уже из года в год понимаем, что оптимизация затрат в части защиты семян не дает перешагнуть намеченную планку. Хотя технология возделывания, сорта, питание, погодные условия позволяют целиться в 50-60 центнеров. Всего-навсего необходимо было применить нужный препарат, чтобы растения с молодым уходили в зиму крепкими, подкорректировали сроки высева и тем самым уже на следующий год избежали вышеописанных ситуаций. Провели ВПС, порекомендовали Вайбранс Трио, которое в хозяйство приобрело наполовину посевов. И в нескольких точках заложили опыты по полполя для сравнения с хозяйственным вариантом. На нескольких опытах настоял сам собственник предприятия. А как часто вы закладываете опыты для сравнения различных решений? Что сравниваете? Напишите в чате. Осенью наблюдали разницу в развитии растений и полевой всхожести. Если на варианте насчитывали 420 растений на метре квадратном, то на варианте с Вайбранс Трио густота была 440 растений. Это на оптимальных сроках посева с нормой высева 4,5 миллиона. Так бы эта история и канула в лету, если бы весной агроном и руководитель предприятия сами не пригласили для того, чтобы провести дальнейшие учеты и обследования. Уже на этот момент предприятие было довольно перезимовкой. В момент исследования коэффициент кущения был на 0,7 стеблей выше на варианте с Вайбрансом Трио. Как и густота растений на 20% превосходило хозяйственный вариант. По итогу уборки прибавка составила 3,8 центра гектара. Если посчитать, то получается, что купой платит дважды. Даже по нынешним ценам на пшеницу 8,5 рублей за тонну, прибыль на варианте хозяйства составила 31 тысячу рублей. А на варианте с Вайбрансом Трио 33 тысячи рублей. Несмотря на увеличение инвестиций на защиту семян, получаем, что хозяйство получило дополнительную прибыль в 2 тысячи 200 рублей. Так, к нам в студию поступил вопрос, удалось ли выпадов избежать совсем. Насколько мне известно, да, выпады были, но только на переуплотненных участках, где длительное время был застой воды. Растения просто-напросто задохнулись, другими словами, даже захлебнулись. Также отмечали, что в таких местах больше всего страдали растения с небольшой глубиной посева и формированием узла окущения на одном-двух сантиметрах. Ну, здесь мы уже с вами сами прекрасно понимаем, что данные аспекты по большей части относятся к агротехнике, а не к вопросам по работе препарата. Я думаю, что, по большому счету, на ваших полях такая ситуация также встречается. Продолжайте делиться своим мнением и примерами в чате. Я дальше во время выступления моих коллег буду отвечать на ваши вопросы. Пока рассмотрим следующую ситуацию. Хозяйство теряет урожай из-за корневых и прикорневых гнилей. Такая ситуация встречается, когда при подборе препаратов для защиты семян обращается внимание лишь на семенную инфекцию, практически не учитывая, что из года в год инфекционная нагрузка в почве не только не снижается, но и увеличивается за счет появления устойчивых форм, а выбранные препараты не имеют эффективности против нее. Справочно. Насчитывается до 15 видов фузариума в почве. Также не стоит забывать о таком патогене, как питиум, ризоктония и многие другие. Не все препараты защищают от поражения почвенной инфекцией. Такой ситуации чаще всего встречаются в хозяйствах на юге России. В одном из таких хозяйств во время обследования увидели темно-бурые пятна, некрозы в прикорневой зоне растений. Проблема была по всему полю и не на всех растениях, что немаловажно. Хозяйство применяло инсектофунгицидный препарат с заявленной эффективностью против различных видов почвенной инфекции. Практически сразу стало понятно, что проблема комплексная, и решение вопроса лежит не только в плоскости выбора препарата, но и в качестве нанесения его на семена. Переговорив с руководителем, поехали на площадку для обработки и осмотрели ПС-ку. Как это часто бывает, она была не совсем исправна. На месте обсудили необходимость проверки здоровья почвы, поскольку от ее супрессивности и содержащейся в ней инфекцией будет напрямую зависеть выбор препарата. Сразу обсудили фактор усиления контроля качества работы машин и обработки семян. Решение было принято очень быстро. Хозяйство приобрело Селестмакс и получило сервисы по настройке ПС и анализу СЛАК, а также фитоэкспертизу почвы. В следующем сезоне периодически выезжали в хозяйство и отслеживали ситуацию. Проблема исчезла, и по результатам уборки средним по полям предприятие получило прибавку в 2,9 центеров с гектара. Если до применения препарата Селестмакс средняя урожайность по предприятию составляла 57 центеров, то после применения препарата данный показатель составил 60 центеров. Правильно подобранный препарат с дополнительным сопровождением с сервисами дал клиенту не только эффективную защиту от почвенных инфекций и увеличение урожая, но и дополнительную прибыль – целых 2 тысячи рублей с гектара. Тогда стремятся получать большие урожаи. Они все больше и больше приходят к выводу, что необходимо применять препараты с ярко выраженным физиологическим воздействием на рост и развитие растений в частности. Корневой системы как одно из элементов программирования устойчивых урожаев в высокоинтенсивных насыщенных зернопропашных севооборотах. Одним из элементов особенности применения данного приема есть необходимость в контролируемом снижении нормы высева для получения заданного стеблистоя к уборке. А для руководителя это и снижение затрат не только экономических, но также и время трудозатрат на подготовку посевного материала. Отличное решение для таких хозяйств Vibrance Integral. Один из руководителей предприятия решил проверить, насколько это поможет ему сократить затраты. Купил препарат, договорился с техническими специалистами компании Сингента о сопровождении опыта на своих полях. Приехали, семена обработали, ПС настроили, качество проконтролировали, СЛАК. Для сравнения снизили норму высева на 1 миллион семян на гектар. При обследованиях внешне на полях разница между вариантами практически отсутствовала. Оба варианта хорошо раскустились, но коэффициент кущения был разный, а итоговое количество стеблей при подсчете одинаковое. Растения были хорошо развиты, поражений с заболеваниями и повреждений вредителями отсутствовали. Корневая система была длинная, разветвленная, равномерно пронизывающая почву по всей площади питания. Урожайность на первом варианте составила 72,5 центра с гектара. То, само по себе, уже прекрасный результат. Но за счет увеличения площади питания между растениями, снижением конкуренции на начальных этапах развития, второй вариант со сниженной нормой показал 74,5 центра, что на 1,9 центра в гектарах выше. Есть вероятность, что при такой урожайности данные находятся приблизительно в пределах ошибки опыта. И 2 центра в гектарах – это незначительная прибавка. Но сэкономленное можно считать заработанным. Возвращаемся немного назад. На втором варианте мы снизили норму высева на 1 миллион семян. То есть на 20%. А значит, их же положили в свой карман. А это не только затраты на семена, но и на их подработку, на препарат, на погрузку-разгрузку, хранение. А также, что самое важное в наше время, получили чистую прибыль в 2100 рублей с гектара больше. Так, передаю слово следующему спикеру. Продолжайте писать свои вопросы в чате. Буду на них отвечать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!